Земля. Гид для путешественников. Немецкий писатель Александр Гёте, впервые оказавшись в Италии, сказал, в этот день началась настоящая жизнь. Лично для меня путешествие по Италии привнесло в мою жизнь свет цивилизации. Римская империя. Италия – страна с богатейшим историческим наследием, лежит в Средиземном море. Римская империя, зародившаяся на этой земле, была центром Древней Европы, вокруг которого строилась история Западного мира. Сегодня мы отправимся на поиски следов Римской империи в столицу Италии – Рим. Но сначала мы побываем в Каннах. Италия большей частью лежит на легко узнаваемом, благодаря характерной форме, Аппенинском полуострове. Также в её состав входят острова Сицилия и Сардиния. Италия, на территории которой поместилась бы три Кореи, хранит столько исторических и культурных ценностей, что её саму впору назвать произведением искусства. Столица Италии – Рим. Это место, где вполне гармонично сосуществуют древность, средневековье и современность. Наконец-то мы в вечном городе – в Риме. Рим до сих пор больше похож на город древности. Древние римляне, жившие в Римской империи, называли Рим Капутмунди, что означает «столица мира». Все дороги ведут в Рим. Живя в Риме, будь римлянином. Подобные фразы могла породить лишь гордыня римлян. В те времена жил один человек, посвятивший жизнь завоеванию этих гордецов. Его звали Ганнибал. Он был карфагенским полководцем и заклятым врагом Рима. Моё итальянское путешествие начнётся с поисков следов, оставленных Ганнибалом. Мы находимся на пустынной равнине в Каннах. Именно здесь состоялось жестокое сражение между древними римлянами и карфагенянами под предводительством Ганнибала. Начиная с середины III века до н.э. Рим участвовал в трёх пунических войнах против Карфагена, города-повелителя морей. В ходе Второй пунической войны Рим столкнулся с серьёзной угрозой в лице полководца Ганнибала. Перед вами Каннские равнины. 2200 лет назад Рим и Карфаген сражались за господство на Средиземном море, и одно из сражений произошло здесь, в одном из самых выдающихся исторических мест в мире. Когда-то на этой мирной равнине в Каннах произошло одно из самых кровавых сражений в истории человечества – битва при Каннах. За один день в кровавой бойне Рим потерял 70 тысяч из 80 тысяч воинов. Ганнибал был виновником полного разгрома римлян, что делает его одним из величайших стратегов своего времени. В те времена его именем пугали детей, настолько великим был страх, охвативший римлян. Ганнибал верхом на слоне преодолел Альпы, чтобы полностью уничтожить римскую армию. Он начал Вторую пуническую войну, выполняя последнюю волю своего отца. Ганнибал проделал весь этот путь и обратил в бегство римлян, выполняя волю отца, который учил его побеждать, несмотря ни на что. Но, по иронии судьбы, угроза со стороны Карфагена и Ганнибала вынудила римлян сплотиться и осознать силу в единении. Впоследствии, уже после этой битвы, Рим возродился как огромная и могучая империя. Несмотря на победу в битве при Каннах, Ганнибал в результате так и не смог победить Римскую империю. На этом пути разбились мечты Ганнибала о победе над римлянами. Я последую по этому пути, который закончится в Риме. Этот путь известен как Апиева дорога. Я иду по дороге, и это необычная дорога, по которой едут машины. Это самая первая дорога, которую римляне построили 2300 лет назад. Дорога, по которой я иду, называется Апиевой дорогой. Люди пользуются ею до сих пор. Этот придорожный столб обозначает начало Апиевой дороги. Удивительно. Согласитесь. Очень интересно. Апиев Клавдий Цек, римский консул того времени, построил первую в мире мощеную дорогу. Эта дорога открыла римлянам путь в новые страны. Изначально Апиева дорога, или, как ее еще называют, «Королева длинных дорог», создавалась для нужд армии. Древняя дорога, проложенная более двух тысячелетий назад, хранит память о войнах, которые пережил Рим. Рим отправил по этой дороге более 80 тысяч солдат, чтобы дать отпор Ганнибалу во Второй Пунической войне. Почти все они погибли в битве при Каннах. Всадникам, которые везли плохие новости, тоже пришлось проехать по ней. Если задуматься, эта дорога приносила как хорошие, так и плохие вести. Но для нас сейчас важно знать, что в конце концов в этой войне победил не Ганнибал, победил Рим. Апиева дорога является символом успеха и превосходства Римской империи. Интересный факт. По обе стороны дороги располагаются гробницы. Говорят, что вдоль дороги находятся более 300 тысяч усыпальниц римских патрициев. По древнеримским законам, в этих гробницах могли быть похоронены лишь императоры и их защитники. Когда-то по этой дороге катили римские колесницы. Теперь же здесь ездят автомобили. Апиева дорога – это не просто место, над которым не властно время. Она до сих пор существует в жизни потомков древних римлян. Апиева дорога соединяет прошлое и настоящее, как когда-то она соединяла Рим и его союзников. В ходе всего периода покорения Италии римляне не прибегали к военной силе. Вместо этого они позволяли союзникам жить как прежде, если это шло на пользу общим экономическим, дипломатическим и военным целям. Такие международные отношения казались невозможными в те времена, однако Рим сумел их установить. И Апиева дорога сыграла не последнюю роль в установлении дружеских отношений с соседями. Эта политика римлян привела к значительному расширению их империи. Ганнибал был в Италии 16 лет, и все эти годы он пытался рассорить Рим с его союзниками, но тщетно. Причина неудачи заключалась в том, что созданный Римом Альянс оказался слишком прочным. Благодаря этой дороге Рим создал Великую Империю, распространившуюся на Европу, Азию и Африку. Говорят, что длина этой дороги – 80 тысяч километров. Апиева дорога начинается в Риме и заканчивается через 540 километров на каблуке итальянского сапога в Бриндизе. Это место означает окончание Апиевой дороги – чрезвычайно важного пути, который начинается в Риме и заканчивается в Бриндизе – пути, сыгравшим важнейшую роль в продвижении по полуострову во времена Древнего Рима. Этот столб является вехой, отмечающей конец Апиевой дороги. Он напоминает нам о славном прошлом Бриндизе и о том, что в прошлом этот город был крупнейшим морским портом. Сейчас об этом городке мало кто помнит. Однако в прошлом это был один из крупнейших и богатейших портовых городов. Корабли из Греции, Египта и стран современного Среднего Востока привозили и увозили людей и товары. Задолго до начала своего правления Цезарь побывал в этом порту во время Гражданской войны, когда его войска, преследовавшие врагов, отплыли в Грецию. В средние века Фридрих II отправился в крестовый поход именно из этого порта. Таким вот образом город Бриндизе вошел в римскую историю, как врата в новые страны. Есть еще одно строение, которое наряду с Апиевой дорогой считается одним из величайших шедевров инженерного мастерства. Это акведук, поставлявший воду в Рим. Наиболее сохранившимся акведуком в Риме является акваклавдия. Согласитесь, он потрясающий. Это впечатляющее строение высотой почти в 10 метров. Древние римляне начали его строительство 2300 лет назад. Впечатляющее зрелище. Этот акведук был сооружен для того, чтобы снабжать жителей Рима чистой водой из отдаленных мест. То есть, то были древнейшие коммуникации, подведенные к городу. 2300 лет назад римляне задумались о том, чтобы обеспечить горожан водой. Многие современные страны не задумываются об этом до сих пор. А они это придумали уже так давно. Изначально небольшой город-государство Рим создал огромнейшую империю, распространившуюся на Европу, Азию и Африку. Рим значительно поднял уровень жизни своих горожан, создав впечатляющие акведуки и построив Апиеву дорогу. Римляне сумели создать империю, существовавшую на протяжении нескольких веков. Следы древнеримской цивилизации можно встретить по всей Европе, а также в Северной Африке и в Азии. Если задуматься, Рим установил мировые стандарты 2300 лет назад, доказав, что небольшое государство может превратиться в могучую империю, власть которой до сих пор поражает наше с вами воображение. Я нахожусь неподалеку от места, хранящего память о славе и величии Римской империи. Это Римский форум. Слово «форум» переводится как «площадь». Именно здесь располагался центр политической, торговой и религиозной жизни древних римлян. Римский форум обратится в руины в IV веке н.э. с падением Римской империи. Однако он до сих пор хранит истории о зарождении древнего государства. Полководец потерял 70 тысяч солдат в битве при Каннах. Когда он вернулся в Рим, потерпев поражение в битве, горожане встречали его у городских ворот. Его звали Фабий Максим, и он был римским консулом. Несмотря на поражение в битве, он не сбежал. Горожане приветствовали его в знак благодарности за возвращение и за верность республике. Для них он остался героем, даже потерпев поражение. Именно тогда римляне потерпели поражение от карфагинян, которых вел великий полководец Ганнибал. Если бы римляне не верили в себя и бросились бы обвинять друг друга в поражении, если бы сенаторы ударились в распри, то Риму бы ни за что не удалось победить врага. Фабий Максим, к примеру, умел рассчитывать свои силы. Он знал, что в Риме нет полководца, равного Ганнибалу. Вместо того, чтобы дать бой, он уничтожил корабли, снабжавшие Ганнибала всем необходимым. Это так называемая война на истощение. Ведя такую войну, Фабий Максим получил призрачный шанс на победу. Это привело Ганнибала в ярость. Он подошел к Риму, сжигая владение римских сенаторов, и не тронув лишь владение Фабия Максима. Это вызвало недоверие народа к Фабию Максиму. Люди требовали изгнать его и изменить военную стратегию. Фабий Максим знал об этом. Выступив перед сенатом, он предложил отдать все свои земли народу. Таким образом, он доказал, что не состоит в сговоре с Ганнибалом. Благодаря его щедрости и преданности, римляне сумели выиграть сражение против Ганнибала. И он был не одинок. В эпоху ранней республики в Риме было более 50 благородных семейств. К концу эпохи республики их число сократилось до 10. Таким образом, 40 благородных семейств пожертвовали собой в ходе войн ради строительства Великой Империи. В битве при Каннах наряду с простыми солдатами погибла примерно одна треть римского сената. Это неплохая иллюстрация того, каким тогда было римское общество. Внушительные развалины римского форума хранят множество подобных историй. Я искренне считаю Рим великолепным городом. Слева от меня рынок императора Трояна. А справа от меня римский форум, некогда бывший сердцем Римской империи. Прямо передо мной возвышается Колизей. Куда ни посмотри, тут повсюду памятники древности. А среди них выделяется бронзовая статуя. Это Август. Тот самый человек, который превратил Рим в империю. С его смерти прошло уже более 2000 лет. Август, приемный сын Цезаря, завершил эпоху республики, став первым императором и тем самым положив начало эпохи Римской империи. Август, назвавшийся императором, устроил в столице настоящий строительный бум. Среди построенных зданий выделяется величественный мавзолей, возведенный для него и его потомков. Мавзолей возвели в честь достижения Августа и для усиления его авторитета в глазах римлян. Рядом с мавзолеем Августа находится алтарь, представляющий эпоху правления Августа. Это ара пацис, и он находится там, где когда-то был самый центр Римской империи. Ара значит алтарь, пацис мир. Вместе получается алтарь мира. Вот так просто. В 300-м году до н.э. Рим отбил атаку Ганнибала и стал империей, однако вскоре в нем разгорелась гражданская война. Именно Август положил конец гражданской войне, тянувшейся около сотни лет. Алтарь мира был воздвигнут в честь Августа, который завершил разрушительную войну и принес Риму мир и процветание, положив тем самым начало новой эпохи. Алтарь символизирует начало Римского мира, новой эпохи, начало которой положил Август. Алтарь мира символизирует наступление мирной эпохи. Знаменитый пантеон является воплощением практического применения государственной политики Римской империи. Строение рядом с ним когда-то символизировало мощь империи. Это мавзолей Августа. Это усыпальница императора. Впоследствии эти три строения были окружены другими постройками. Умирая, Август сказал, «Я унаследовал Рим из грязи и камня, а потомкам оставляю Рим из мрамора». Он имел полное право говорить так, поскольку гражданская война разрушила город почти до основания, но при августе Рим возродился, превратившись в международную державу. Мирная эпоха превратила Римскую империю в процветающую державу. Колизей – это одно из важнейших строений, воздвигнутых в тот период. Руины Колизеи можно смело назвать самым зрелищным и величественным памятником за всю историю Римской империи. От здания сохранилась лишь одна треть, поэтому мы можем лишь догадываться, как выглядел Колизей тогда. Часть стен разобрали, множество элементов строения повреждены, наполеоновские солдаты брали камень для военных нужд. И это все, что осталось. Интересно, каким он был, когда его только-только построили. Согласитесь, что одна мысль об этом приводит в трепет. Название Колизей происходит от слова «колоссали», что означает «гигантский». Его диаметр по длинной оси составляет 188 метров, что подтверждает справедливость названия амфитеатра. Находясь здесь, соприкасаясь с этими историческими камнями, легко себе представить освещенную светом факелов арену, ревущую толпу на трибунах. Максимальная вместимость Колизея — 50 тысяч человек. Он использовался для развлечения, где гладиаторы сражались с дикими зверями и друг с другом. Колизей — одна из величайших построек за всю историю человечества. Он символизировал открытости и гибкость римского общества. Строительство Колизея началось во время правления императора Веспасиана. В благодарность гражданам, признавшим его человека из простого сословия правителем Римской империи, он снёс дворец Нерона и велел построить на его месте Колизей для отдыха и развлечения римлян. Колизей символизировал гибкость Римской империи, доказывая, что императором может стать любой человек, обладающий соответствующими способностями. Он показал, что возвыситься может абсолютно каждый. Неподалёку от Рима находится городок Марино. Во времена Римской империи сюда приезжали отдыхать аристократы. Также этот городок знаменит своим чудесным белым вином. Каждый год в октябре после сбора урожая винограда здесь проходит фестиваль. Можно бокал красного вина? Один евро. Один евро. Очень вкусно. Стаканчик этого вина стоит всего один евро, но вино очень вкусное. Сегодняшний фестиваль проходит в честь победы битвы при Лепанто, которая произошла в 1571 году. Участники парада благодарят богов за победу в войне и за начало периода процветания. Итак, в Италии очень плодородная почва. Здесь в изобилии выращивают виноград и оливки. В прошлом здесь также выращивали пшеницу. Изобилие сыграло важнейшую роль в основании и возвышении древней Римской империи. После окончания Большого парада люди собираются у фонтана в самом центре города. Скоро начнется главное событие сегодняшнего фестиваля. Прямо из фонтана польется настоящее вино. Здесь очень богатая земля. Скоро из фонтана потечет вино. Настоящее вино. Из фонтана течет белое вино, которое еще называют слезами богов. Это очень романтично. Но неужели действительно из фонтана вместо воды потечет вино? Люди проталкиваются к фонтану с пустыми стаканчиками, а возвращаются уже с белым вином. Я жду уже больше 15 минут, но мой стаканчик до сих пор пустой. к бесплатному вину пробиться очень сложно. Но я почти у цели. Когда я наконец-то добрался до фонтана, я увидел, что вино льется из него вовсе не так, как я себе представлял. Надо же! Я впервые в жизни пью вино, которое разливают из шланга. Пробиться к вину было очень непросто, но эти трудности лишь делают его еще вкуснее. Присмотревшись, я увидел, что вино действительно течет прямо из фонтана. Шланг, из которого разливают вино, присоединен к самому фонтану. У итальянцев есть одна поговорка «Работай ради жизни, не живи ради работы». Теперь я по-настоящему понял смысл этой поговорки. «Они раздают виноград. Интересно, с кем я буду его есть?» Фестиваль и не думает заканчиваться, и люди танцуют под музыку прямо посреди улицы. Сердце путешественника наполняется радостью этой богатой земли. Возможно, именно благодаря богатству земли небольшой город-государство Рим сумел превратиться в могущественную империю. Небольшой портовый город Кротоне находится в южной части страны. Здесь мы найдем последние следы Ганнибала, полководца, пришедшего в эти земли с мечтой покорить Рим. Человек, преодолевший Альпы верхом на слоне и пытавшийся покорить Рим в течение 16 лет, проиграл здесь последний бой и вынужден был отказаться от своей мечты. Ганнибалу так и не удалось покорить Рим. Он рыдал кровавыми слезами, отплывая из этого порта и навсегда покидая Итальянский полуостров. Свои достижения он запечатлел на медной пластине в святилище, от которого остался лишь один столб. Вон он. Посмотрите. Ганнибал одерживал большие и скромные победы на Итальянском полуострове, однако ему пришлось отказаться от завоевания Рима, когда римские солдаты напали на его родной Карфаген. Ганнибал посвятил всю свою жизнь попытке завоевать ненавистный ему Рим, однако все его усилия пропали в Туне. Интересно, что он чувствовал, покидая этот остров? Я думаю, он действительно мог родать кровавыми слезами. Кровавые слезы, которые он, возможно, проливал, отплывая от италийских берегов, не сравнятся с реками крови, пролитой римлянами, защищавшими от Ганнибала свои земли. Память об их подвиге здесь, в месте, где Ганнибал оставил свой последний след. Как символ великого римского народа, прогнавшего завоевателя со своих земель? Это чрезвычайно трогательно. По иронии судьбы, именно благодаря Ганнибалу Рим превратился в могучую империю. Народ, смиренно принявший полководца, который проиграл кровавую битву, развился в цивилизацию, создавшую Апиеву дорогу и приобретшую новых ганнибала и его карфагенской армии таких союзников не было, поэтому победа досталась Риму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году.